Новое бюджетное правило. Копим вырученные от нефти деньги. В Минфин придумал, как создать подушку безопасности для российской казны. Башни в полюс профинансируют ряд важных для региона проектов и мероприятий. Так, для профтехучилища будет закуплено оборудование для проведения сварочных работ. На оборудование и мебель более 880 тысяч рублей получит Наринмарский дом детского творчества. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Минфин предложил ввести в Россию новое бюджетное правило. Если нефть будет дорожать, не тратить дополнительные доходы от ее продажи, а сохранять в резервных фондах. Таким образом, удастся избежать укрепления рубля в случае роста сырьевых цен. По словам главы Минфина, такая мера не допустит слишком сильного укрепления рубля в том случае, если мировые цены на углеводороды опять пойдут вверх. Смысл такой стратегии в том, что дешевый рубль позволяет российскому бизнесу производить товары и услуги, которые могут конкурировать с иностранными как внутри страны, так и за рубежом. Последние полтора десятилетия функционирование российской экономики сводилось к добыче и экспорту углеводородов и обслуживанию связанных с этим денежных потоков. Такого сырьевого роста нам, очевидно, не нужно, подчеркнул Антон Силуанов. Несмотря на нестабильность цен на нефть, недропользователи региона продолжают выполнять свои обязательства по социально-экономическому развитию региона. В рамках соглашения, заключенного с администрацией НАУ на 2016 год, компания «Башнефтьполюс» профинансирует ряд важных для региона проектов и мероприятий. Более 700 тысяч рублей в ближайшее время нефтяники направят на приобретение оборудования для Нинецкого профессионального училища. Речь идет о закупке учебного оборудования для проведения сварочных работ. На 717 тысяч рублей будет закуплено необходимое оборудование для того, чтобы профессиональное училище смогло учить под потребности нефтяной и газовой промышленности. То оборудование, которое сейчас есть в Нинецком профессиональном училище, немножко морально устарело, и недропользователям требуется другое качество подготовки на других инструментах. В ближайшее время будет объявлен конкурс на закупку оборудования. Кроме того, «Башнефтьполюс» выделит более 2 миллионов рублей Дворцу культуры Арктика на реализацию мероприятий по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города, Дню нефтяной и газовой промышленности. Более 880 тысяч рублей получит Наринмарский дом детского творчества. Такое решение было принято после поездки фракции «Единая Россия» в окружном собрании депутатов в учреждение дополнительного образования. Законодатели пообщались с педагогами дополнительного образования и руководителем Нинецкой школы имени Перерко, куда в феврале 2016 года переехал дом детского творчества. Педагоги рассказали об условиях, которые созданы для занятия в новом здании, кружках и секциях, а также проблемах. Некоторые из классов неукомплектованы необходимым оборудованием и мебелью. Для этих целей депутаты фракции приняли решение выделить из окружного бюджета 885 тысяч рублей. Сейчас нам необходимо решить эту задачу уже в практической плоскости, закупить то, что необходимо. Потом мы, наверное, еще раз туда проедем, посмотрим, как организована будет учеба в дальнейшем. Вот это наша главная задача. Поэтому контроль, решение, исполнение, все, что с этим связано. Напомню, в феврале 2016 года дом детского творчества города Наренмара переехал в один из спальных корпусов Ненинской школы имени Антона Перерки. Причиной послужила неподъемная арендная плата за трехэтажное здание по улице Ленина. В спальном корпусе дома детского творчества выделили третий этаж с отдельным входом. В учреждении действуют 22 объединения различной направленности, в том числе подразделения в пятой и второй школах в спортивном центре «Лидер». Дополнительное образование в Доме детского творчества получают около 800 детей города. Самое загадочное и недосягаемое сегодня во всем мире отмечают юбилей – первый полет человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Сегодня отмечается знаменательная дата. Исполнилось 55 лет со дня полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Сегодня глава государства Владимир Путин встретился с руководителями космической отрасли и провел сеанс прямой связи с Международной космической станцией и космодромом «Восточный». В ходе видеоконференции президент поздравил космонавтов с профессиональным праздником, а также заслушал доклады заместителя председателя правительства и главы госкорпорации «Роскосмос» о развитии отечественной космонавтики. Кроме того, к юбилейной дате госкорпорации «Роскосмос» организован всероссийский флешмоб «Подними голову». Он прошел в городах-миллионниках. В небо запустили 108 тысяч воздушных шаров с портретом Юрия Гагарина. Одну тысячу шаров за каждую минуту полета первого человека в космос. На городских площадях была установлена уличная инсталляция, ракета «Гагаринские старты», красная кнопка «Я люблю космос», которую смог нажать любой участник флешмоба. По итогам акции 27 апреля во всех городах России будет определен регион-победитель, где большее число людей нажмут на эту кнопку. Даже спустя более полувека профессия космонавта остается для нас загадочной и недосягаемой. В космос все еще не летают по профсоюзным путевкам, как об этом мечтал Сергей Королев. Но прогресс, как говорится, налицо. По крайней мере, российские космонавты чувствуют себя на МКС как дома и даже провели там уникально длительный срок год подряд. Что необходимо человеку, чтобы полететь в космос? Космонавты говорят, в первую очередь, большое желание и отменное здоровье. Об этом узнали ученики школы номер 4. Там прошла познавательная игра «Космический рейс», которая помогла ребятам узнать, есть ли у них шансы своими глазами увидеть Вселенную. Давление, как у космонавта, выражение неформальное. Устойчивый и равномерный пульс – признак хорошего здоровья, без которого космос не покорить. Ученики начальных классов школы номер 4, один из уроков, посвятили оценке своих физических возможностей и здоровья. Замерили пульс, проверили гибкость и время задержки дыхания. От 26 до 30 секунд – это уровень выше среднего, или более 30 секунд – это высокий уровень. Тогда человек уже сможет полететь в космос. В четвертой школе действует кружок для седьмых классов «Планета Х», который является частью Всероссийского одноименного проекта. Он объединяет ребят, интересующихся темой космоса. При активном участии Героя России, летчика-космонавта Александра Лазуткина, школьники всей страны постигают тайны Вселенной. Он присылает полетные задания, у него есть ключевое слово для нас. Он нам пересылает телеграмму в виде полетного задания. Мы выполняем на нашей планете Земля и отправляем ему эти данные, которые он нас просит. Результатом проекта станет Всероссийская конференция, где выступят школьники со своими теоретическими и практическими работами. А главное – с ясным пониманием. Событие 12 апреля 1961 года открыло в истории человечества новую страницу. Сейчас эта дата, мы надеемся, тоже привлечет внимание многих школ, многих учеников. И она станет в их сердце той же датой, как в сердце наших родителей, когда это действительно перевернуло сознание человечества. Желаю вам доброго полета! Желаю вам доброго полета, все нормально! Поехали! Валентина Чебичек, Вадим Носкин, телеканал «Север». Те, кто видел космонавтов вживую, обычно говорят, что это самые обычные люди. Только глаза их начинают светиться, когда они рассказывают о космосе и Вселенной. Именно таким запомнился Юрий Гагарин, журналисту окружной газеты «Выбор.Нау» Владимиру Почичикину. В 1968 году ему посчастливилось глазу на глаз беседовать с героем мирового масштаба. Я видел отчетливо вот такой большой шрам на лбу, и как бы на этот шрам я сосредоточенно смотрел. Это был далекий 1968 год. Начинающему журналисту, новенькому корреспонденту газеты «Орловский комсомолец» Владимиру Почичикину выпал лотерейный билет. На одной из планерок в редакции он, как лучший работник недели, в шутку сказал, что хотел бы взять интервью у самого Гагарина. На удивление юноши главный редактор вовсе не смутился бравым предложением, а сказал, что организует встречу с известным космонавтом. Она состоялась с летом 1968 года в Звездном городке, где работал Юрий Алексеевич. Ведь он уже видел, встречался с английской королевой, его встречал мир. Рукоплескали во всем мире. И этой вот звездности совершенно, может быть, от волнения, но для меня важно было понять, что, и он дал мне это понять, что великих людей не бывает, что ты должен вести себя так, естественно, как будто не ты первый летал в космос, а, скажем, твой собеседник, то есть я. По словам счастливчика, встреча с Юрием Гагариным длилась минут 40. От волнения и неловкости перед самой встречей с космонавтом случайно порвался ботинок. Владимир забыл все вопросы, но деликатный собеседник не дал ему потеряться и рассказал интересные истории из жизни. За время встречи удалось и рассмотреть внешность Юрия Алексеевича. Невысокого роста, уже не то спортивное телосложение, как в годы активной деятельности, но всё с той же обаятельной улыбкой. Таким он и запомнился. Первый в истории человек, открывший вселенную и прославивший Советский Союз. С 1961 года, 12 апреля, народный праздник. Это всесоюзный, всемирный праздник. Конечно, это впервые полёт совершён, но это, конечно, радость для Российской Федерации, для России, для жителей Российской Федерации. В прошлом году, к Дню космонавтики, мои дети от Ниньского автономного округа посылали поздравления прямо космонавтам на орбиту. А мы вот помним и до сих пор помним. И будем помнить Юрия Гагарина. Потому что наша жизнь была и память осталась так и останется. Валентина Чебичик, Вадим Носкин, Телеканал Север. Неизведанные планеты и звёзды, фантастические летательные аппараты и портреты первого человека-покорителя космоса Юрия Гагарина. Эти работы вошли в экспозицию, которая развернулась в региональном центре развития образования. Все работы выполнены школьниками и их учителями в рамках конкурса художественного творчества «Космические дали», посвящённого юбилею первого полёта человека в космос. На своих рисунках ребята изобразили как полностью вымышленные планеты и галактики, так и вполне реалистичные, проведя немало времени за изучением космической темы в книгах и интернете. Для начала я решила, так сказать, покормить свои глаза и посмотрела картины других художников, которые тоже рисовали космос на эту тему. Потом уже набросала эскизы и по некоторым выбрала вот такую, так сказать, схему. Я рисовала эту планету по своей фантазии. Ну, то, что приходило голову, я сразу изображала на холсте. В номинации «Фантастический пейзаж» Арсений стал призёром. Также участникам было предложено изобразить реалистический космический пейзаж, космические корабли, покорителей космоса. А преподаватели изобразительного искусства смогли принять участие в номинации «Космос без границ». Всего было прислано более сотни работ. Работа на высоком уровне, потому что у нас проводится много разных конкурсов художественного творчества. И год от года работы всё качественнее и интереснее. И вот именно, что в этих работах проявляется и творчество не только педагога, но и ребёнка. И дети используют эти разные уже графические материалы, живописные материалы. Победителям и призёрам выставки вручили небольшие подарки. Совсем скоро любой желающий сможет оценить уровень своей исторической грамотности. В Наринмаре пройдёт всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны. Площадки будут организованы в нескольких районах города. Оценить уровень исторической грамотности в рамках патриотического проекта молодёжного парламента при Государственной Думе России «Каждый день горжусь Россией» во всех общеобразовательных школах состоится всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны. Всем желающим проверить свои знания будут предложены 30 вопросов об истории Великой Отечественной войны. В целях подготовки жителей Наринмара состоятся открытые обучающие лекции в странице военной истории. Они пройдут 14 и 21 апреля на базе Ненецкого краеведческого музея. Занятие проведёт кандидат исторических наук, заведующий отделом истории Ненецкого краеведческого музея Марина Колавангина. Организаторы уверены, что акция позволит не только выявить уровень знаний об истории войны, но и стимулировать наших жителей и, в частности, молодёжь к их получению. Приглашаем всех, ещё раз повторяю, независимо от рода занятий, которым заняты жители Ненецкого автономного округа, независимо от возраста, приходить и показать свою национальную идентичность, свой патриотизм, участие в первом таком вот ответственном федеральном проекте «Каждый день горжусь Россией». В НАУТЭС пройдёт 23 апреля в 11 часов в школе-посёлке Искателей, школах номер 5 и 2, на Ринмарском социально-экономическом колледже имени Ваучейского и Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Результаты тестирования будут представлены во втором квартале текущего года. Уникальный подарок «Альманах. Фотопортреты на войне», который был издан по инициативе и при поддержке председателя Государственной Думы России Сергея Нарышкина, вручили ребятам из военно-патриотического клуба «Поиск» окружные депутаты Анатолий Мяндин и Александр Лутовинов. Такой подарок законодатели выбрали не случайно, ведь клуб «Поиск» – это яркий пример патриотического воспитания молодёжи не на словах, а на деле. В этом убедилась и наша съёмочная группа. Примерно 40 секунд требуется ребятам из военно-патриотического клуба «Поиск», чтобы собрать автомат Калашникова. Завязанными глазами чуть более 50 секунд. Восьмиклассник Дмитрий Терентьев с начальной школы занимается в клубе. Этим летом молодой человек принял участие в благоустройстве воинского захоронения 10-й гвардейской дивизии у высоты Шпиль в Мурманской области. За два дня группой из четырёх человек мы прошли больше 100 километров НТВ дороги. Мы нашли три захоронения, обнаружили останки самолёта, бомбардировщик. Точно не знаем, наш или врага. А пули я находил целые, ну от винтовки Мосина пули, целые вот такие, ну обойма получается, вот целые находили мы. Целыми кучами и цинки находили, и остатки там, ну от техники всякой, разные пушки находили мы от миномётов снаряды. Пули, гильзы, каски, лопата, подкова, осколок 120-мм артиллерийского снаряда и другие предметы, найденные не только на Мурманском, но и на Карельском фронте, теперь хранятся в школьном музее. В прошлом году сводный отряд из шести человек под руководством лидера клуба Марины Литковой принял участие в экспедиции по поиску останков бойцов Красной армии, воевавших на Карельском фронте. Работы проходили в районе посёлка Лоймала в Республике Карелия. Поисковая экспедиция в этом районе действует ежегодно, с 2009 года. За это время поисковиками было найдено несколько тысяч безымянных могил, незахороненных останков бойцов и командиров Красной армии. В Карелии, близ посёлка Лоймала, вот они уже сколько лет поднимают, 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 а конца и края там нет. Всё, практически всё в одном месте. То есть, одни отряды у нас работали, они поднимаясь на высоту, вот полегло, открывают мох, а там вот как бойцы поднимались в атаку, так все и лежат до сих пор. Всего за время работы поискового отряда бойцы из Красного обнаружили останки пяти солдат, троих подняли самостоятельно. Поиски осложнялись особенностью местности, кругом болота и непроходимые леса. В годы Великой Отечественной войны это был самый протяжённый фронт, войска которого располагались на расстоянии более полутора тысяч километров. Поэтому и зона поиска была огромной. Поисковики из Красного проходили в день по 30 километров пути, порой проваливаясь трясине по грудь. Было страшно, но ребята шли от ориентира к ориентиру, сверяясь с картой и описанием места захоронения. Они единственные из лагеря, кто проделал весь путь пешком. За это их прозвали «железными людьми». Работать там, по словам Марины Литковой, было не только трудно, но и опасно. Кругом неразорвавшиеся мины и снаряды. А ещё на пути встречались ядовитые змеи. Такой у нас есть фрагменты военной одежды и оружия. Всего с Карельского фронта бойцам из Красного удалось привезти более 50 предметов. Совсем скоро этих экспонатов станет больше. Летом ребята-старшеклассники и студенты опять собираются принять участие в поисковых работах. Ребята помладше тоже собираются в путь, но по другому маршруту. Ежегодно осенью и зимой маленькие патриоты совершают пешие и лыжные переходы по заранее разработанному маршруту. Посещают памятники и обелиски. Так, с целью изучения истории родного края, они уже посетили Пустозерскую, Великовисточная, Коткино, Никицы. Самый маленький участник лыжного перехода – третиклассник Максим Путков. Из Красного в Пустозерск. Да. Сколько? 140 километров. По словам мальчика, такой лыжный марафон помог ему завоевать второе место на лыжных гонках – «Северное сияние». Навыки, полученные в военно-спортивной игре «Юный защитник», пригодятся Максиму уже в армии. Разбирать и собирать автомат Калашникова, разборка-сборка магазина автомата Калашникова, разборка-сборка ПКШ и пистолеты Макарова. Многочисленным успехом и победам посвящен целый стенд в военно-патриотическом клубе. В копилке ребят насчитывается более 30 различных кубков и наград. В военно-патриотических играх «Зорница», «Юный защитник» и так далее. То есть, как в новом уровне, да, Треш? Да. И поселковый, да, местный? А вот для тебя какой вот кубок самый-самый дорогой? Все. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес www.trksever.ru Далее прогноз погоды.